Поиск лореты и помощь кузнецу Всем привет! И сегодня мы снова продолжаем проходить вместе с вами Star Stable Online с самого нуля, не пропуская ни одного задания. Джессика, похоже, что у нас возникла проблема с Розе. Это корова, которую ты видишь вон там, у дороги. В последнее время она ведет себя очень странно. Ходит с понурой головой, как будто бы она печалится. Ветеринар уже был здесь, но не смог найти ничего особенного, хотя я уверена, что с ней все в порядке. Я терпеть не могу видеть ее такой. Мне пришло в голову, что миссис Холдсфорд имеет опыт с домашними животными. У нее была ферма, когда она была помоложе, и она часто рассказывает о разных коровах, которых она помнит. Словно они ее старые друзья с уникальными личностями. Она наверняка знает, что надо делать, чтобы Розе опять стала бодрой. Поговоришь с ней об этом? Как дела, Джессика? Ты уже побывала в каком-нибудь классном магазине? Что? Нет? Обязательно зайди посмотреть, какие замечательные вещи там продают. Посети магазин снаряжения, магазин одежды и магазин репутации. В котором продаются самые лучшие одежды и снаряжения, которые только можно найти в Морлэнде. Но для покупок в магазине репутация у тебя должна быть хорошая репутация в конюшне Морланда. Цель задания – просто обойти ближайшие три магазина и посмотреть, что в них продается. Слышишь? Слышишь? Время – все. Слышишь? Время – все. Это было здорово, верно? Продолжай повышать свою репутацию в Морленде, и тогда ты сможешь купить действительно хорошее снаряжение и одежду Не забудь, что также есть много магазинов в Серебряной Поляне, в Фортепинта и городе Юрик Но ты не сразу туда попадешь Ты можешь увеличить репутацию, выполняя ежедневные задания и ежедневные соревнования С высокой репутацией в какой-либо части Юрвика ты будешь иметь доступ к покупке лучших вещей в магазинах Чтобы увидеть свою репутацию на всех территориях, открой страницу персонажа и щелкни на вкладку «Репутация» Что ты говоришь? Корова очень печальная, ты хочешь, чтобы я взбодрила ее? У меня была похожая проблема с одной из моих коров Ее звали Венди, и иногда у нее были безжизненные глаза Она стояла и безнадежно таращилась в угол Но я вылечила ее Можешь ли угадать, что я сделала? Я вспомнила, что однажды она убежала из падбища в мой сад, чтобы поесть одуванчиков Поэтому я собрала их в кучу и приготовила зелье, которым я ее напоила Оно сотворило чудеса Давай попробуем, сработает ли это на твоей корове Собери мне пять одуванчиков, чтобы я смогла сварить из них зелье Все одуванчики растут вокруг домика миссис Холдспорт Субтитры создавал DimaTorzok Они очень красивые Зелье будет готово через некоторое время Вот твоя зелье, дорогая Дай ей это немедленно И не забудь поговорить с ней, пока ты там Каждый ценит даже маленькую заботу Удачи тебе, моя дорогая Чтобы использовать отвар, нужно открыть рюкзак и перенести его на блестящую обучку Она действительно выглядит намного счастливее Как ты это сделала? Я никогда и не подумала бы Джессика, ты не видела Лоретту? Она поехала кататься на безумной скаковой дорожке клуба Бобкот и не вернулась Я боюсь, что с ней что-то случилось Но я не могу покинуть загон Остальные члены клуба и ищут ее Но мне нужно оставаться здесь на случай, если кто-нибудь что-нибудь обнаружит Мне очень нужна помощь в ее поисках Может, ты поедешь по тропе между скалами вон там, возле горы И поищешь ее? Дорога полностью завалена валунами Видела ли я девочку на лошади? Нет Но ради нее самой я надеюсь, что она не попала под вон тот скальный завал А то она будет плоской, как блин Нет, я не могу позволить тебе проехать дальше Даже если твоя подружка в опасности, дорогу впереди надо расчистить Прежде чем я разрешу проехать Я получу такой приказ И я не покину это место, пока мистер Кэмпбелл сам мне это не скажет Ты понятия не имеешь, что он со мной сделает Если обнаружит, что я нарушил его приказ Гррр Если уж это так важно, отчего бы тебе самой не попросить Мистера Кэмпбелла послать сюда бульдозер Ты найдешь мистера Кэмпбелла на стройплощадке Возле вон того огромного прекрасного рекламного щита На котором всем так приятно смотреть Поезжай к нему и попроси поскорее прислать сюда бульдозер Продолжение следует... 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 Девушки отдыхают. Тан послала тебя найти меня? Как милая с её стороны. И с твоей, наверное. Не то чтобы нам с Бартаком нужна была помощь, это был всего лишь небольшой обвал. Слушай, насчёт того, что было раньше, извини, если я была не очень доброжелательна. Как сказала бы Тан, немного доброты не повредит, когда пытаешься вдохновить других. Я не обещаю, что когда-нибудь ты сможешь вступить в клуб Бобкат, но это не значит, что мы не сможем быть... коллегами? Что? Ты же не думала, что я скажу друзьями, верно? Вообще-то это был комплимент. Не требую слишком уж многого, Джессика. Тан и остальные должны быть ужасно волнуются. Нужно сообщить им, что с нами всё в порядке. Давай, Джессика, поехали в конюшню Морланда. Это вовсе не гонка. Я не настаиваю, чтобы ты пыталась за мной угнаться. Просто повеселимся. Вперёд! Вот это скачка! Но мы с Бартаком безоговорочно победили. Даже стараться не пришлось. О, не переживай. Ты и паращая фортуны хорошо постарались. Когда ты достигнешь моего уровня, нам стоит устроить настоящее соревнование. По мере прокачки список доступных заданий будет расширяться, и тебе придётся уже выбирать, в какую сюжетную цепочку ты хочешь пойти. В основную или же в какую-то дополнительную. Добрый день, добрый день. Приветствую тебя и твою величественную лошадь. Похоже, что ты молода и сильна. Может, ты сможешь помочь мне с одной вещью? На днях мой ассистент Патрик помог мне привезти хорошие инструменты из конюшни Юрвика. Он почти добрался сюда, когда на него, у шахты Дамаскус, наехал один из бобкатов. Он так сильно испугался, что аж прибежал сюда, но по дороге растерял все инструменты. Он не больно уж и смелый и отказывается возвращаться туда, поэтому мои новые инструменты лежат и ржавеют. У меня нет времени искать это всё, но может, ты сможешь сделать это за меня? Я буду тебе бесконечно благодарен. Юная леди. В рассылке был молоток, клещи и блестящая кирка из лучшей стали Юрвика. Юра. 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 О, ты настоящий ангел, Джессика. Это бесспорно удачный день. Я так рад, что тебе посчастливилось найти мои инструменты. В моей кузнице я кую металл для лучших лошадиных подков. Как один из друидов и членов защитников Айден, я стремлюсь к тому, чтобы защитить остров от эксплуатации. Я хочу попросить тебя о стали из Юрвика и хочу подчеркнуть, что я буду использовать ее бережно и ответственно. Каждый день я благодарен острову за его дары нам и его жителям. Подковы из стали Юрвика помогут твоей лошади лететь вперед. В западной части шахты Дамаску сталь добывалась издавна. Чтобы собрать руду, нужно открыть рудзак и перетащить кирку на минералы. Субтитры создавал DimaTorzok А, чистота этого металла просто прекрасна. Позволь мне начать работу над подковами для твоей лошади. Они понесут тебя надежно и быстро. Это займет немного времени. Поэтому не забудь вернуться сюда позже, чтобы посмотреть, все ли готово. Эти подковы получились намного лучше, чем я мог себе представить. Если у меня было бы чуть-чуть блестящей руды привидения, то я мог бы сделать их еще красивее. Как это было в давние времена, когда древние вещи были наделены магическими и тайными силами. Возьми эту шахтерскую кирку и скачи к склепу Ярва, рядом с церквью Дойля. Наруби ею древние камни и добыть блестящую руду привидения. Мне нужно два куска этого редкого металла. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...